Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Данали, и сегодня у нас будет видео, обещанное видео подписчику. Это исполнение донатского долга, я не знаю как еще это сказать, в общем, на сегодняшнем стриме, который у меня проходил днем, мне подарили чеканную монетку, скажем так, пожертвовали в лавку на развитие канала, и цели, там было две цели, одна все еще актуальна, мы ее будем вместе с вами продолжать пытаться выполнить, А вот одну цель подписчика решила мне выполнить разом, это покупка донатного существа. Листасия, спасибо тебе еще раз большое за донатик, очень рада, очень прям очень-очень-очень рада, поэтому сегодня мы будем с вами выполнять обещания, я не против вообще это делать, Но для этого мне придется все-таки распрощаться с, к примеру, с Аксатаном, но он мой личный, есть в галерее, так что мне не жалко его удалять, тем более на нем ничего такого не было. Вот, и мы идем с вами в деф-существа, существа-разработчиков, и покупаем с вами Уру, покупаем Уру за 400! Роблоксов, я не знаю, как они правильно называются, в общем, за 400, и мы это делаем, покупаем. I hope you read it correctly! Ну! Ну! Где? 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 Ура! 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 Какая он! Ура! Все, можно увозить, да, Шон? Очень хорошо! Ох, мне челюсть цвело! Но я очень хотела Ура, она мне больше всех нравится, из всех существ, от разработчиков. Есть, конечно, еще несколько любимчиков. Это Архалиум, вот, он мне тоже симпатичен. Кто еще? Куругурск, жалко, что не летает, так бы тоже мечтала о нем, а этого я не смотрела. Но Ура, это прям мое было все. Так что давайте посмотрим, что же это за существо. Причем посмотрим в полном обзоре для Стасии. Значит, здоровье у нее 3500, уродство 75, скорость, по-моему, V, это, что у нас, скорость на земле 30, полетов 70 и плавание 29. Я просто еще не разобралась, что из этого что значит. Вес 4500, рост сколько минут не указан. И четвертая, по-моему, категория этого существ. Имеет такие способности, как кровавая оборона 35%, является существом разработчика. Уры живут в единении и довольно спокойно. Их охотничьи угодья в основном океаны, так как они с одинаковой ловкостью перемещаются по морю и по небу. На суше их редко можно встретить, так как уры постоянно находятся в движении. Им требуется мало сна, а скорость на земле – мало. Концепция от XT DragonX. Всеядная. Ура. И, если честно, я очень бы хотела еще разблокировать вторую палетку цветов для уры. Но чтобы это сделать, нужно познакомиться с разработчиком. То бишь, встретить его непосредственно в игре. Говорят, вроде бы, можно в Дискорде найти этих разработчиков или как-то еще с ними связаться. Потому что многие из них сейчас уже практически не играют. И как-то, в общем, можно все это устроить. Чтобы получить вторую палетку, я даже не могу посмотреть, как она выглядит. А очень бы хотелось даже просто одним глазочком на нее глянуть. Но, пока она нам закрыта, сомневаюсь, что я ее смогу все-таки получить. Ура. Очень красивое, восьмилапое создание, которое может и летать, и плавать. Это моя мечта, потому что я люблю и летать большую часть жизни в существах сценарий, а также плавать. На земле мне особо как-то скучно, можно сказать. Цветовая гамма родная. У нее голубых, бирюзовых оттенков, также с разными оттеночками серого. Перекрашивать не буду, так как хочу насладиться этим существом во всем его натуральном величии. Самка и самец отличаются тем, что у самца гигантские рога, которые, кстати, в каменном виде были спойлером недалеко от озиса к появлению данного существа. А у самочки появляются вот здесь вот такие дополнительные перышки, чуть выше задних лапок. Вот, так что я... А я кого? Я бы хотела создать самочку, но просто у самца такие шикарные рога. Я не знаю, кого создать. Самочку, наверное, все-таки. Почему у самочки нет рогов? Что-то она какая-то вообще беззащитная. Ладно, давайте нажмем наиграть и... Ай, как это... Я просто очень счастлива. Я выставила у себя в группе ВКонтакте, как вообще... Какие эмоции я выдавила из себя, когда услышала звук доната. И только при перепросмотре этого момента на стриме я заметила, что оповещение пришло намного позже, чем... Листасия мне закинула чеканную монеточку. Я не понимаю, кстати, почему это так произошло. Вроде бы раньше все было... Ну, по крайней мере, в тесте все работало хорошо. Благодаря тому, что пришел сегодня донатик на стриме, я поняла, что есть некоторые недочеты, которые я буду чинить у себя в ОВС. Но это уже отдельная песня. А мы продолжаем смотреть существо. При появлении у него очень мало перышек. Оно, если вы заметили, оно и летает над землей. То есть лапками она никогда не касается земли. Ну, образно говоря, на самом деле касается, но это не важно. По концепции она парит в воздухе. Очень длинненькая. При поворотах вот так вот виляет своим хвостом. И вы можете заметить, что в середине тела у нее на самом деле гибкости особо нет. У нее тут все поломано-поломано. То есть она состоит из двух частей, скажем так. Ну и плюс шейный раздел с головой. Вот такая вот мордашка, чем-то напоминающая какого-то котика. Или не котика, может быть даже собачку какую-то. Ну, в общем, моська такая очень, даже милая, не драконистая. Отдаленно напоминает на как раз китайских драконов. Особенно в полете. Вот так вот она парит на месте. Вот этот режим глайдера. То бишь она умеет парить. И сейчас мы проверим. То есть в полетах она виляет у нас хвостом. Как любой типичный змеиноподобный летун. Очень классно. И во время глайдера, то бишь парирования, парения, у нее потихоньку довосстанавливается стамина. Это очень хорошо. Так как у некоторых существ во время отдыха в полете не восстанавливается стамина. Ой, я вижу, там мясо валяется. Сейчас как раз все попробуем. Но сейчас мы вернемся на землю и продолжим смотреть остальные анимации, а также звуки данного существа. О, тут кто-то плавает, оказывается. Тут хищник какой-то есть. Так, посмотрим. В данном положении она просто отдыхает на R. Садится именно на задние лапки, складывает, прижимает чуть-чуть к себе хвост и поднимается чуть выше. То есть становится еще выше, чем она находится в обычном состоянии. Дальше она лежит. А, так ты все-таки касаешься земли, тебе уже нужно отдыхать. Она сидит как будто бы на попочке, задние лапки, передние, нет, задние из передних лапок, она поджимает под себя, передние складывает к земле, средние точнее, а передние выпрямляет чуть вперед и тоже складывает. То есть лежа просто на груди, а лапки делает в расслабленном состоянии. Давайте дальше посмотрим. Анимация агрессии. Она начинает немножко покачиваться и в разные стороны смотрит своей головой, раскрывая пасть и издавая какой-нибудь рейк, которым сейчас тоже с вами посмотрим. Ать! А вот фигу тебе! Вот ты как усиленный! Вот он увидел, что у меня ура и захотел меня куснуть. Ну какой нехороший человек. Ну не человек, ладно, существо. Надеюсь, здесь-то мне никто не достанет. Сильно кто-то меня кусил. Ну все, что-то так со мной и ничего не делают. Так, давайте же посмотрим. Анимация смирения или же страха. Она поджимает к земле хвост, прижимает голову и даже грудью почти касается земли. Ну, текстурки немножко, конечно, заходят, но ничего страшного. Вот. Так что анимации довольно простенькие, но выразительные. Теперь давайте послушаем ее рычание. Разговорный рык. Она чирикает. О боже, это мило. Она чир... А ну... Все, сейчас откинусь. Она чирикает очень мило. Ну-кась. О, разных тональностей. Теперь давайте послушаем. Обычный тихий рык. Она чирикающий дракоша. Это так мило. Так, рык агрессии, который, по идее, должен был бы подходить к анимации. Что? Я еле-еле слышу этот звук, но я забыла. Она же еще маленькая. Она же еще у нас будет расти. Она пока детеныш 11-го количества роста. То есть мы еще будем давать о себе знать. А, громкий. Ты умеешь рычать? Я не слышу у него громкого рыка вообще. Ты пока маленькая не можешь громко рычать или что? Вот это интересно. У меня ни разу такого не было, чтобы малыш не мог громко рычать. Может быть, она подрастет и после этого мы посмотрим. Может быть, она... Ну, действительно, пока маленькая, не умеет громко отдавать о себе знать. Так, давайте теперь окунемся и поплаваем в воду. И врагов у нас тут, я надеюсь, тоже не будет. Плавает она примерно так же, как и ходит. Можно сказать, что она не очень быстрый плавец, но такой средненький. Я думала, она в воде побыстрее будет, но это без шифта. Также в воде у нас восстанавливается стамина. Это благодаря тому, что данное существо является полуводным. А сейчас вот мы, кстати, наблюдаем, что во время просто воздуха на месте она виляет хвостиком, как русалочка, и задней частью тела, что позволяет ей не тонуть и не всплывать. Так, давайте же поплаваем на шифте. На шифте скорость хорошая, но не могу сказать, что она очень-очень быстрая. Хотя, когда вырастет, возможно, все тоже, опять же, и изменится. Вот, вот такая вот красоточка, водный дракон. Можно сказать, это дальний родственник дракона Хаку из мультика Хаяу Майазаки. Ох, классная такая. Кусает она. Интересно, вот она сейчас маленькая, я видел рыбку где-то. Вот рыбки, надо посмотреть, вот она пока маленькая. Какой урон она наносит? Так, 28 урон, будучи малышкой. Ну, хорошо, так, учитывая то, что существо разработчика. По-моему, все существа разработчиков являются не слабыми. Ой, но я до сих пор не могу нарадоваться, что эта красавица у меня есть. Вот, особенно вот мне посмотреть, когда она вырастет. Так, ты пока покушай. Кушай, кушай. У нее какие-то навыки. Я не знаю, она умеет дышать огнем или нет, но если да, это будет прекрасно. Так, ну, а пока... Давай попаришь немножко. Мне нужно просто понять, насколько удобно тобой летать. В отличие от других моих любимчиков летунов. Ну, вот она даже не летит, она, знаете, плывет как будто по небу. Может быть, впечатление изменится, когда она станет взрослой и обрастет большим количеством перышков. Ой, так что, ааа, буй, как же я счастлива. Еще раз большое спасибо за то, что дала мне возможность купить себе это прекрасное существо. Летать им, наслаждаться жизнью и просто мимимишиться от этого... Этой лапочки летающей. Да, это просто мой идеал полетный и плавание летун и подводный. То есть, вообще, можно и там, и там жить. Это так хорошо. Очень удобно будет прятаться от плохой погоды, а также от извержения вулканов. Так что, надо только будет подождать, пока она вырастет, и уже посмотреть, как она будет выглядеть, будучи крупным, взрослым, пернатой урой. Вот так вот и выглядит ура в подростковом возрасте. Она стала чуть больше, появилась намного больше перьев, но все равно ей еще далеко до ее взрослой версии. Но все равно такая вот большая, воздушная красавица. Ну и следующим этапом вы увидите через секунду. Вот и выросла ура уже до окончательной взрослой особи, но еще не конечная. То есть, до 100% мы еще не дошли, и я не знаю, ну, наверное, старейшиной можно будет ее сделать, но пока что это финалочка, до которой я доиграла. Да, я выжила, ни разу не померяю. Вот такая вот красота, большая, очень много перышков появилось, разные узоры. Не знаю, по-моему, в темноте она не светится, но мне кажется, каким-то блеском немножко отдает. Вот длинный пернатый хвост, лапочки, вот это вот все, перышки. Сейчас посмотрим эмоции. Ну, эмоции те же самые, ну, просто они отличаются теперь, благодаря тому, что она стала намного больше. Ага, вот теперь лежит она, да, вот вбок. Ну, по-моему, так и лежала, но все равно. Теперь она более пернатая. Так, и как же выглядит, точнее, не выглядит, а слышатся ее вопли. Вопли появились, то есть самый громкий вопль появился, но я не могу сказать, что он громкий. Так, давайте посмотрим агрессию. Да, как я и говорила, за счет вот этих вот воротников, по идее, из перьев, и просто за счет пернатости она будет выглядеть намного устрашающе и большой. Вот там Джефф, по-моему, бегает. Так, давайте теперь послушаем звуки. Разговорный рык. Он стал более глубоким, более... Ну, как будто стаканчик кричишь, что ли. Да, более тональность повысилась. Повысилась. Более басовость такая. А, кстати, ура же тоже эльфийские ушки. Только сейчас обратила внимание. Вот они, спрятаны за перышками. Так, тихий рык. Так, я не хочу ни с кем дружить в группе. Да, вот таких вот тоже раненых тональностей. Агрессия. Не знаю, можно ли это воспринимать как агрессию. Так, теперь обычный громкий. В общем, он на самом деле, по-моему, не такой уж и громкий. Еле-еле слышно. Лучше всего и слышится ее чириканье разговорного крика. И вот этот, по-моему, тихий крик, который должен быть потише громкого. Вот этот. Он громче всех. В общем, вот такая вот теперь она в полете. Красавица. Ой, не нарадуюсь. Прям очень нравится. Фоточки буду делать. Прям вообще, такое создание. Красивое. Наносит она сейчас 144 урона. Я проверила на рыбке. Ну и плюс, когда подрастет, будет чуть побольше. Вот. Так что, вот очень рада. Не нарадуюсь никак. Такая лапушка прям. Чисто вот мне для релакс отдыха. Я надеюсь, что она у меня выживет. Ничего с ней не случится. И будет она у меня всегда таким расслабляющим существом. За которым я буду заходить. И вот летать, отдыхать. И просто чирикать где-нибудь в уголках. В уголках карты. Да, моя прелесть. Так что, на этом все. И я с вами прощаюсь. Не забывайте выращивать своих существ. Чистить их, я не знаю. Ну и вкусно кормить, конечно же. Ой, а тут что-то происходит. Так что, быстренько всем пока. Удачи вам. И до встречи в следующем видео. Уголки с вами прощаются. И обязательно напишите в комментариях, как вам мои видосы. Если я их буду снимать по существам Сонарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...